друзья мои всем привет всем огромный привет ну что ж у нас с вами сегодня очередной обзор на канал ольга уралочка лай мои хорошие будем с вами обсуждать последние сводки с полей напоминаю вам о том что у меня появился телеграм-канал ссылочку на него я обязательно закреплю в комментариях но также своих хороших и добрых зрителей я хочу поблагодарить за ваши лайки за ваши подписки за ваши хорошие добрые веселые интересные комментарии ну что друзья мои то случилось как говорится то собственно о чем мы с вами говорили а сарафан завел себе такие любовницу да уралочка да ты знаете вот как не бились как говорится а к вечеру напились это вот уралка нам все рассказывала сказки начиная с весны и весной и летом и осенью вот меня сафарчик хочет из меня сделать модную чтобы я была ему под стать хотя вы знаете друзья мои мне кажется они и так друг другу под стать так говорится что один что другой но в любом случае сарафан пол пытается хорохориться да пытается что-то там периодически себе покупать но то что он пытается следить за собой как бы нет я этого не скажу потому что он вообще практически не бреется выглядит как говорится не айс но вот знаете себе не хочет ни в чем отказывать да да себе обновочки с удовольствием покупает ну а на уралку как говорится плюет с высокой колокольни и даже еще тут далеко ходить даже на день рождения уралка не заслужила подарка представляете и букет от цветов как невеста друзья мои как жена в конце концов да на очередную годовщину свадьбы тоже не заслужила но правда там они прикупили цветочки в горшках для дома но опять же тоже вы знаете конечно же круто да сарафану куртка и обувь ну а уралки два горшка как говорится в придачу да ну что ребята собственно у сарафан скрывает от уралки да ту самую видимо какую-то зазнобу свою но об этом мы с вами немножечко попозднее по порядочку в общем мне понравился момент когда они зашли в тагроговый центр друзья мои причем уже пришли практически на ночь глядя причем обратите внимание ведь когда они приедут домой уралка скажет да но они уже и заходили были уже сумерки да и когда они уже выходили из торгового центра куда они ходили за продуктами там тоже уже была темень вообще и когда они приехали домой она сказала такую фразу ой а мы сегодня типа проснулись а у нас дома шаром покати все было подъедено да не хлеба не было вообще ничегошеньки не было то есть я уже об этом сегодня говорила но хочу еще раз поставить сделать на этом акцент что получается обдугани у них был оставлен на целый день дома да то есть он получается ему там нечего было есть да а потом они удивляются что он у них шарится по шкафам друзья мои в поисках какой-нибудь какой-никакой маломальской еды ну зашибись да уж действительно тут не только все шкафы тут уже все как говорится все нычки пройдешь обойдешь лишь бы только было чё как говорится пожевать эти молодцы уехали на целый день да и в гостях у зигавантов побывали где-то наверняка еще и в кафешке посидели но обдугани как говорится шиш с маслом да но здесь вот в этой семье прям все лучше детям да и обувку за тысячу рублей ну а папа не за 6 за 7 далее мне понравился момент когда они стояли в торговом центре и вы знаете сарафан схватил пряники такие вот подарочные пряники да и говорит а урал как да 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 говорит я то обещала говорит обдугани вкусняшки он такой поднимает так говорит надо посмотреть сколько они стоят о во веществом тук уговорит 600 рублей говорит стоит пряники она такаяда 600 рублей естественно две такие конечно есть они не будут обычных едят деревянные считиков пышиков за 30 рублей ну а таких вкусные конечно же детстве никуда естественно уралка SI개 света даже в этом не сколько не сомневался что она удивляется да опять же есть они только вот эти красивые все такие рождественские, да, новогодние, красивые упаковки, там и с шоколадом, да, и сейчас всякие разные шишечки, вот эти шоколадные, да, дракончики, годы дракона, снеговики, Деды Морозы, подарочные такие вот именно, да, я имею в виду не такие, которые дешевые в фольге, да, вот именно такие красивые, печенье вот это прекрасное, да, которое в красивых таких в ЖБ банках, таких с Новым Годом совсем на свете, прекрасное, замечательное песочное печенье, вот, вкус которого всегда, конечно же, тоже отличается, потому что оно приготовлено действительно на сливочном масле, это очень отличается, сразу же очень чувствуется, а что такого-то в принципе, да, нет, я не к тому, что надо было срочно хватать эту банку, обдугани, тут тоже ни в чем, как говорится, мира не знает, нет, но просто вот этот сам момент, да, когда сарафан увидел, что они стоят 600 рублей, да, то есть для себя любимого ничего не жалко, а для сына и для бабы своей все как всегда, пожалел, да, пожалел, далее, далее, далее Уралка увидела рыбу в аквариуме, говори, ой, а рыбки, они живые, Сафарчик, смотри, вот, вот ты плаваю тут, хочешь, тебе такую выловят, живые рыбки, живые, да, живые, а ну-ка нам сейчас вот какую-нибудь рыбку, да, заверну, да, 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 а вот нам, пожалуйста, уже и рыбку запаковывают, а тут тоже всякого разного есть и на льду, и тут вот солоноватая, нам не надо, мы засолим сами, мы, как говорится, сами с усами, да, вот что только тут не лежит, да, Сафарчик, ну да, действительно, такая любительница рыбок, ой, рыбки, ой, какие прекрасные рыбки, да, ой, заверните нам, пожалуйста, одну рыбку, да, бабах, при тебе эту рыбку вытащили, она там, как говорится, издала последний вздох, да, это испустила, да, ну и, собственно, любители рыбки и всего остального живого, прям такие добрички, друзья мои, это что-то с чем-то, да, так вот, ну и что, подошли, подошли они, значит, обрать бананы, они в этот раз что-то не сказали, что бананы ест у них исключительно только Абду, ну, и я смотрю на Сарафана, он в этой куртке, когда начал вытаскивать эти бананы, ребят, пошел взвешивать с этими нарукавниками желтыми, это такой ржач, это что-то с чем-то, далее, смотрю, Сарафан уже, значит, стоят они как раз-таки уже на кассе, друзья мои, да, кстати, Сарафан побежал к креветкам, но Уралка сказал, не надо, не надо, нам этого не надо, да, смотрю, у Сарафана губа не дура, недавно совсем были креветки, но Сарафан посчитал, что можно еще взять, но Уралка вовремя, знаете, взяла его под узцы, взяла бразды правления в свои руки и намекнула ему так, куда стопы в другое место бежим, наберем то, что нужно мне, короче, Уралка набрала всего того практически, что любит именно она, да, и стоят они на кассе, я смотрю, значит, стоят они уже на кассе, и у Сарафана в руках салфетки, а также, значит, одноразовая посуда, там были ложки и вилки, да, точно, точно это все дело было, сейчас мы к вами, с вами еще к этой одноразовой посуде непременно перейдем, и стоят, 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 Уралка орет, как потерпевшая, знаете, при кораблекрушении, да, стоит на кассе, на весь магазин, да, это, знаете, серия, а по телефону, нет, нельзя, да, ну и на нее, смотрю, в очереди, там перед ней стояла какая-то девушка, женщина, она так на нее оглянулась несколько раз, то ли узнала этих припадочных, то ли, может быть, посмотрела, скажет, что это тут тетка стоит, снимает в наглую, да, потом еще наверняка куда-то будет все это дело выкладывать, короче, в общем, вот так вот, ну и что, друзья мои, вышли, когда они из магазина, было уже темно, приехали домой, ой-ой-ой, говорит Уралочка, ехали по трассе, да, прям, знаете, как с бубенцами практически, ничего не видно, ехали по трассе, все замело, не из тучи гром, метет и метет, да, друзья мои, прикупили хреновину, говорит, прикупили хреновину, а знаете почему? Уралка, да нам, собственно, без разницы, чего вы ее прикупили, а потому что, говорит, не из чего было делать свою, потому что сарафан не захотел хрен выкапывать, да, Уралочка, наверное, это у него больная мозоль, хрен, и все такое, я так понимаю, что, да-да-да, видимо, в общем, мучается сарафан, поэтому решил не копать этот хрен, а оставить его в покое, ну, короче, посмотрели, они там взяли, там, значит, все, она там вытаскивает, рассказывает о том, что и лук у них сгнил, значит, да, и тут же вытаскивает помидоры, да, друзья мои, то есть у них вообще там ничего нет, да, я так понимаю, лук сгнил, и то сгнило, и все сгнило, а вы знаете почему, да, вот там стали им писать, там, да, советы, надо было вытаскивать, надо было вытаскивать нормально, да, не зеленым тащить и так далее, вы знаете, я думаю, что все-таки большое значение имеет тот момент, когда они вот это вот все, знаете, сажают и собирают, давайте-ка вспомним, как они это делают, когда они таскали эту рассаду, а вы говорили, а у нас ничего не получится, а у нас все взошло, посмотрите на нас, то есть они с такой злостью, да, вот то, что ты злобу свою выпускаешь, то к тебе, собственно, обратно и возвращается, смотрите, заведуйте нам, да, потом, значит, когда они эти урожаи собирали, да, а у нас столько всего, а у нас столько всего, а у нас туда, а у нас сюда, и вот, знаете, видимо, вот это вот все у них как бы и погнило, и пошло, как говорится, да, по одному просто месту, в общем, это только то, что нам рассказали, боюсь себе представить, друзья мои, что там, наверное, вообще, как говорится, ничегошеньки не осталось, ну и что, и Сарафан достал еще там соленый сыр, такой соленый, такой соленый, надо забивать пивасиком, Сарафан, так я даже не сомневаюсь, что-то там зубами стучал весь, все это время, пока Уралка там доставала, шелестела тоже как ненормально этим пакетом, ни черта не слышно, один пакет этот шелестит туда-сюда, устроила нам самая настоящая СМР, да, а Сарафан в этот момент делал так, то ли он там жрал что-то, то ли он эту траву свою жрал, то ли он там зубами стучал, я не знаю, то ли он что-то там десна свои массировал, что-то в них туда, я понятия не имею, что он там делал, но это со стороны выглядело просто как-то неприятно очень даже. В общем, друзья мои, вы знаете, вытаскивали все-все-все-все-все, но одноразовую посуду так и не вытащили, Сарафан, давай признавайся, куда дел одноразовую посуду, не иначе, как поедешь на какую-нибудь прогулку с какой-нибудь действительно красопетой, ну не с той, не с тем кукленком в 200 кг, как говорится, весом, да, а какую-нибудь себе по красопету возьмешь, может быть, ну, кило на 30 поменьше, кг, так 150, там, знаете, я сегодня рассказывала, что трусы, да, я в первом своем обзоре сразу сказала, что трусы эти на Уралку 100% не налезут, это они для нее, кто-то там написал, это для Ирины, ну, не знаю такую Ирину, Ириху знаю и Ирку знаю, а Ириху, а Ирину такую не знаю, так вот, Ирихи, они тоже, если только на нос налезут, она точно такого же размера, как и Уралка, точно такая же огромная, поэтому на нее они точно не налезут. Короче, друзья мои, одноразовая посуда куда-то, куда-то, друзья мои, исчезла в этом Бермотском треугольнике, я, конечно, понимаю, что, может быть, он все это заранее положил, бросил, так скажем, в багажник, да, ну, поедут куда-нибудь, значит, да, где-нибудь на какой-нибудь пикничок, ведь Уралка уже дала команду, срочно, сосиски и хлеб, да, и костерок, и, значит, в лесок, в лесок, в лесок, в лесок. Ну, а кто его знает, Уралка, может быть, он там себе действительно бабу ношу, а тебя, как говорится, дует по полной программе, да, сам одевается, сам наряжается, тебе ничего не надо, тебе купили унитаз, как говорится, к очередной годовщине свадьбы, да, на день рождения тебе любимый муж подарил доски. И, ребят, я просто в шоке, да, я понимаю, она все время говорит, у нас ремонт, у нас ремонт, у нас ремонт, у нас ремонт. Я бы поняла, если бы тоже и ему то же самое дарилось бы на празднике, а то, значит, на годовщину свадьбы ей кукиш, а ему куртка и ботинки, да, ей на день рождения нихрена, а ему подарки, да, а ей то, что будут пользоваться абсолютно все. В общем, зашибись просто. Короче, друзья мои, я не удивлюсь, если он где-то там таскается, действительно, любовницу себе нашел, а эта сидит, жрет, как говорится, в три горла и довольно счастливая. Ребята, когда он начал объяснять, что такое, клемантины, клемантины, клемантина, господи ты, боже мой, сарафан, да, он сказал, начал очищать, да, вот это все грязное, там зрители написали, ой, он упал там на грязный снег, там слива упала, ребята. То грязный снег, это, знаете, как говорится, полбеды, согласно там с девчонками, которые это писали. А вот то, что по складу, да, по этому и по этим ящикам там скачут вот эти мыши и крыс, вот это уже страшно на этих, да, базах, как говорится, вот это уже вообще жесть. И когда он начал грязными руками, которыми он там все это грязное перетрогал, которыми он до этого хватал, вот эту грязную сливу, да, он начал там хватать вот эти мандарины и чистить их, и ничего, ничего, так же можно чистить, конечно, все грязное, руками потом грязными будешь брать вот этот чистый цитрус, да, уже он тоже будет грязный. Пытался объяснить туда-сюда, из него, конечно, объяснятель тот еще, друзья мои, да, ну, не доходит, что такое клементины, это искусственно выведенный, да, вид цитрусовых, который объединяет в себе как мандарины, так и апельсины. Ну, не может человек два слова в кучу связать с Рафаном, не можешь. Либо тогда, я не знаю, либо тогда учись чему-то, да, либо тогда вообще не говори, потому что вообще-то ничего не можешь. Далее, друзья мои, такое счастье привалило, представляете. С Рафан, говорит, и мне, говорит, предложили целого барана. Она, да куда нам, да куда нам, да куда нам, он, а вот куда, куда, а вот говорили, куда нам столько кур, а вот, пожалуйста, мы их всех разместили. Я что-то не вижу, чтобы вы этих кур, ну, собственно, очень часто поедали, да, ну, целого барана, друзья мои, да, если, конечно, он будет очень худой, это я еще понимаю, да, она, закажи, закажи. Вы знаете, Уралка, заказывайте, заказывайте, конечно, пусть у вас и этот баран валяется там еще два года. Мало вам своих баранов, у вас еще один появится. В общем, друзья мои, мечтатели, мечтающие о баранах и о коровах, собственно, все это имеется у них уже в наличии, да, но, как говорится, да, покой им только снится. Ребят, вот такой у меня получился обзор. Пишите, что вы думаете по этому поводу, оставляйте свои комментарии. Всех целую, обнимаю, всем пока-пока, и, конечно же, до новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok